Шанс на независимость Европы. Анна Шафран на РТ за 21 октября 2020 года. США расширили санкции против Северного потока-2. Нет ни малейших сомнений в том, что кто бы не победил на выборах президента этой страны через две недели, санкции он не снимет, а скорее даже расширит. Нужно очень четко понимать, что это давление не только и не столько на Россию. И это не только экономика и не только политика. Это масштабная геополитическая спецоперация, главная цель которой показать европейцам, кто тут главный. Даже если СП-2 не будет достроен, Россия потеряет не так уж много. Есть уже существующая нитка Северного потока, есть Турецкий поток. Плюс потребности в газе Китая будут расти. Плюс мы тоже строим заводы по сжижению газа и в перспективе сможем торговать со всем миром. Так что основной адресат санкций против СП-2 это не Россия. Нас так задело по совокупности. Вашингтон честно и откровенно говорит Европе, вы будете покупать наш дорогой сжиженный газ и нам наплевать на ваши экономические интересы. Собственно поэтому самый интересный вопрос сейчас заключается не в том, найдут ли Газпром и его партнеры подрядчиков, которые не боятся санкций и смогут достроить газопровод и потом его качественно обслуживать. Скорее всего найдут. Мир конечно глобален, но не настолько. Но Евросоюзу окончательно настала пора ответить. Зачем он существует? Чтобы принимать бессмысленные и никому не нужные идеологические постановления, критиковать Россию за нежелание следовать европейским нормам новой этики или чтобы защищать интересы европейцев. По сути сейчас дядя Сэм ничуть не скрываясь и не стесняясь запускает руки в карманы всех жителей Европы. Чем холоднее будут предстоящие зимы, тем больше денег он из этих карманов вынет. В разных странах Европы люди уже выходят на улицу из-за антиковидных ограничений, смысл которых людям чем дальше тем меньше ясен. Но по хорошему европейцам надо дать понять своим властям, что либо еврочиновники вспомнят о своих прямых обязанностях и дадут однозначный ответ США, либо их политическая карьера очень скоро бесславно завершится. Считаю, что всем странам мира сейчас надо брать пример США. Почему они навязывают другим странам свой сжиженный газ, свою кукурузу и прочие товары, а также культурные ценности, да и вообще все подряд? Да просто потому что могут. Значит всем остальным тоже надо быть жестче. И Евросоюз, и Китай, и Индия, и все государства, которые не забыли значение слова суверенитет, должны очень четко и однозначно заявлять, что из А следует Б, а из Б следует В. И никак иначе. Любишь меня? Люби мою собаку. Да, безусловно, выгоднее пытаться дружить со всеми, четко отделять экономику от политики, а политику от культуры. Выгоднее. Но, к сожалению, сейчас не то время, когда можно миндальничать и относиться с пониманием. Следует очень четко понимать, что воевать никто не готов. Ни США, ни Евросоюз. Точнее, политики-то всегда готовы. А вот граждане не согласны ни на то, чтобы на их голову падали бомбы, ни получать похоронки. А Россия или Китай – это не Сербия и не Ирак. Нападение на ядерную державу – это гарантированные бомбы на головы и, безусловно, сотни тысяч, если не миллионы, похоронок. Поэтому не надо никого бояться. Надо максимально жестко обозначать собственные интересы и защищать их. Если потребуется – защищать силой. В случае с СП-2 мы прямо видим недружественные действия США по отношению к Евросоюзу и России. Если мы это примем без ответа, то дружно отступим на шаг. Если же мы вместе с Евросоюзом введем ответные санкции против американских газовиков или нефтяников, это будет достойный ответ. Проблема в том, что Европа слишком привыкла слепо подчиняться Вашингтону, плюс в ЕС действует пятая колонна в лице Польши и Прибалтики, которые сделают абсолютно все, о чем их попросят из Америки. Поэтому шансы на действительно достойное поведение европейцев в данном случае крайне невелики. Что ж, значит европейцы будут платить. Если скупой платит дважды, то трусливый трижды или четырежды. Но на месте жителей Евросоюза я бы крепко задумалась, если США смогут запретить Европе покупать дешевый газ, что они запретят в следующий раз? Анна Шафран. Шанс на независимость Европы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова